Комментарий отключила для того, чтобы они у вас по лицу не ползли. Я принимаю все вопросы вот в этом специальном графу вопрос и ответ. Пожалуйста, пишите, все задам. Ну что, давайте начнем тогда в не очень-то простом положении вы сейчас оказались. Как мне кажется, после вот этой великолепной ссоры с Пригожиным, да, вы сейчас, по сути, поддерживаете ту же самую помощь артиста, потому что она от главы вашей партии. Я неправильно понимаю ситуацию? Нет, неправильно. Но я не поддерживаю какую-то финансовую помощь. Я скорее за то, чтобы было системное обращение внимания на шоу-бизнес, как на отрасль. Я вот не против подачек. Подачки нам не нужны. Нам нужны удочки, да, ну это вот знаменитое про рыбу и про удочку. Я за удочки, а Пригожин за рыбу. Он ее рыбу съест, ему причем с его весом ее хватить ненадолго. А я за то, чтобы людям раздали удочки. Давайте про Пригожину сейчас закончим эту тему. Нас спрашивали, чем закончилась ваша эта эпическая ссора? Она закончилась вообще, нет? А я не знаю, слушайте. Я как-то занялся делами и отвлекся. Я не думаю, что у него она закончилась. А я так сам с собой как-то устранился. Слушайте, еще из интересного. Борис Цитов сегодня пообещал, да, что вскоре в России появится отдельный омбудсмен по развлекательным мероприятиям. Это вы будете? Я думаю, что нет. Я думаю, что там есть люди, которые более чем я интегрированы в этот бизнес. Я все-таки уже такой человек на пенсии в этой отрасли. Есть люди более толковые. Я даже их знаю. Я приложу несколько кандидатур. Ну, назовите там инфляционным сайтом какой-нибудь. Ну, это связано больше с промоторской деятельностью и с интернет-продажей. Люди, которые в теме. Не артисты. Артисты там не нужны. В теме и в теме, да, от широкого зрителя. Ладно. В теме и в теме, да. Надо как-то сегрегировать сейчас те, кому помогать, кому не помогать, что разрешать, что не разрешать. Вы бы как поступили? Я бы поступил следующим образом. Ну, как я думаю, вот совсем недавно проводили такую конференцию с моими бывшими коллегами по шоу-бизнесу и пришли к такому выводу, что, конечно, было бы неплохо разрешить хотя бы корпоративные мероприятия. Это бы, по крайней мере, хоть чуть-чуть поддержало бы отрасль. Потому что дико странно звучат разрешения на проведение парадов, бессмертного полка, голосований. И при этом невозможно собираться больше 50 человек. Ну, это смешно. Вот. Я думаю, что вот такие меры, хотя бы небольшие, они бы очень помогли бы. Просто мало кто понимает, что то, что происходит на сцене, это всего лишь маленькая-маленькая-маленькая часть большого-большого-большого процесса. Есть осветители, есть водители, есть люди, которые занимаются видеоконтентом, есть люди, которые занимаются логистикой. И эта отрасль шоу-бизнеса, она на самом деле огромна, и ее очень сложно посчитать, сколько людей в ней занято. Ну, эта отрасль, она и так признана пострадавшей. Да ведь? Да нет, она не пострадавшая, ее просто нет, понимаете? А если те же самые рестораны могут что-то продавать на вынос, да, вот что будет продавать световик? Что? Световик, да. Ну, смотрите, если это световик в вашей бригаде, многие же что, ну, сейчас зарабатывают? Вот у вас же остались источники дохода, правда? Но есть какие-то онлайн-концерты на каких-то там стриминговых платформах. Подождите, ну, вот смотрите, вот вы можете посмотреть, сколько прошло онлайн-концертов. Если их будет 20, вот на всю отрасль, за все это время, 20, то это я, наверное, сильно преувеличу. Понимаете, да? Дело в том, что видеоконцерты совершенно другое. Вот у вас есть бабушка-билетерша, да, которая раньше продавала билеты. Есть бабушка в гардеробе, которая раньше принимала у вас пальто. Есть бармены, в конце концов, которые наливали пиво. Они каким образом участвуют в видеоконцерте? Никаких. Это, наверное, очень много смежных отраслей. Просто сейчас народный гнев, и у нас в комментариях частично тоже. Вот на чем сосредоточился-то. А почему культуре, искусству и шоу-бизнесу нужна какая-то особая поддержка? Не такая, как другим пострадавшим. Никакая поддержка, нет, я против поддержки. Нам не нужна никакая поддержка. Нужно просто, чтобы разрешили работать. Зачем нам поддержка? То есть корпоратива можно безопасно... Поддерживать не надо никого. Чем государство меньше обращает внимания на кого-либо, тем лучше этот бизнес развивается. Это вы для этого... Поддержите семью Иосифа Прибожина. Вот этого будет достаточно. Я все-таки еще... Можно один вопросик про деньги? У вас какие источники дохода сейчас? Вот без концертов, без гастролей, без туров? Ну, смотрите, я занялся продюсерской деятельностью. С Тиной Кандылаки у вас в сериал «Чума» вышел, да. Да, с Тиной Кандылаки сериал «Чума». Потом я успешно продаю свою музыку и в кино, и для рекламы. Так что... Ну, у меня, видите, особый случай. Я просто вовремя прекратил концертную деятельность. Мне повезло. Я был к этому морально готов, но и экономически я к этому был готов. Потому что я не буду выступать. Возобновлять будете? Можно будет еще когда-нибудь на ваш концерт попасть? Я не знаю. Но пока у меня желания нет, да тем более возможности нет никакой. Ни на какой концерт попасть. Не то, что на мой. Ой, сколько вопросов вам пришло. Я немножко отвлекусь тогда на вопросы от наших зрителей. Давайте, Радьбом. Помирились ли вы с Шевчуком? Так обидно, что именно эти два наших солнышка питерских поругались. Ну, смотрите, Шевчук, он не питерский, он из Уфы. Это правда. Да. Потом я совсем не солнышко. Вот это признание. Да, что еще хочется заметить. Потом я ни с кем не ссорюсь никогда. Вот очень дипломатичный, очень такой политический уже ответ и куча вопросов относительно вашего будущего в политике. Как нам жить без шнура артиста с политиком Шнуровым? Готовитесь ли вы выдвигаться в Госдуму, если нет, зачем вам политика? Ну, смотри, я не планирую выдвигаться в Госдуму, я хочу быть независимым политиком. Это вообще, в принципе, возможно? Мне кажется, да. Независимым от партии Роста? Нет, почему? Независимым в партии Роста. Независимым от Госдумы. Я не хочу, допустим, идти в Госдуму. А вы будете на каких-то иных площадках продвигать то, что вы хотите продвигать? Ну, вот смотрите, я на вашей площадке сейчас продвигаю. Да, я, кстати, напомню, мы в Инстаграме РБК, программа у нас ЧезНекст, подписывайтесь, смотрите нас в IGTV, такая минутка самореклама. Окей. Шурин Андрей просит попросить вас баллотироваться в президенты. Спасибо. Передаю просьбу. Да, спасибо большое. Ну, пока не готов, извините. Я даже к депутатству не очень на это настроен. Я пока продюсерству, можно, позанимаюсь? Сделаю немножко сериалы поинтереснее. Хорошо. Кстати, спрашивают, надолго ли Чуман? Многосерийный или долгоиграющий ли это формат? Сейчас будет сниматься последний пул. Это будет пятая, шестая серия. Мы так и планировали, шесть серий. Но потом, если будет вторая волна, то, естественно, будет и второй сезон. Но пока зашел он нормально. Прекрасно. Поздравляю вас с этим. Да, спасибо большое. Вопрос такой. Готов ли наш шоу-бизнес к полицейской аккредитации, жесткой классификации по цензурным критериям? То есть, если мы хотим стать такой действительно цивилизованной отраслью, мы ко всему этому готовы объективно или нет? К чему? К классификации полицейской и цензуризации? Да, к цензурированию там по возрастным критериям и так далее. Ну, чтобы жить цивилизованно уж тогда. Если мы хотим цивилизованной отраслью быть, чтобы жить цивилизованно. Подождите. Ну, во-первых, шоу-бизнес никто не признает никакой отраслью. До сих пор не признавал. Но вы же хотите как раз это сделать. Да. Я очень хотел бы, чтобы вы признали как отраслью. Потому что она есть. Вот вроде как ее нет, а она оказалась, что есть. Да, наверное, я-то не против. Просто чем больше будет приниматься законов, каких-то ограничивающих что-либо, и регламентирующих, тем будет сложнее в них разбираться. Тем будет больше поводов для взяток и для коррупционной составляющей, так сказать. Ну, давайте сделаем так. Но это же бремя опять ляжет на этот небольшой бизнес и поможет ребятам в погонах построить очередные дачки. Ну, давайте сделаем так. Но цензура, она не спасет. Если вы думаете, что цензура сделает наше общество менее раздражительным, менее яростным, менее эмоциональным, то, конечно, нет. Очень много, я тут зачиталась прямо, извините, вопросов, вернее, таких хвалебных. Вы самый крутой музыкант. Как вы относитесь, отличный вопрос, как вы относитесь к коронавирусу, Сергей? Вы ковид-диссидент? Или, может быть, вы из тех, кто считает, что Билл Гейтс хочет у нас всех чипировать? Сегодня, кстати, Билл Гейтс ответил наконец на это. Ну, смотрите, во-первых, зачем Билл Гейтсу чипировать какого-нибудь там Петю из Тверской области? Нахера Билл Гейтсу Петя? Вот объясните мне, зачем? Тогда я в это поверю. А так, мне кажется, что у Билл Гейтса гораздо более интересные задачи на сегодняшний момент. Поэтому я, конечно, не диссидент. Вчера с удовольствием смотрел в Жигурду, который топит за, как и Михалков, за эти вышки, за то, что всех нас скоро прошьют и чуть ли не уничтожат. Мне кажется, что если бы какие-то злые люди захотели бы уничтожить человечество, то это можно сделать гораздо дешевле. Вот, наверное, да, с вами соглашусь. Боже мой, сколько вопросов про вашу одежду. Хотят пальто от вас. Знаете, спасибо, что хоть не ребенка хотят в нашем эфире от вас, а всего лишь пальто. Ну, знаете, ребенка это проще как бы получилось. С пальто сложнее, его высылать нужно будет. Можно вам написать песню, спрашивает Алексей. Написать песню? Да, хотят вам песню написать, предложить. Ну, можно, наверное. Мне-то, знаете, своих уже девать некуда. Еще чужие исполнять. Вот еще какой вопрос, наверное, один из последних. Как изменится вообще отрасль вся после пандемии? Как вы считаете, вот эта шахматная рассадка, да, не знаю, зрители в масках, вот это вот, ну, можно будет считать таким нормальным полноценным концертом или это будет фальшиво? Ну, знаете, меня больше, меня, честно говоря, больше интересует это, скорее всего, невозможность зрителей будет вообще покупать билеты. То, что все внимание и все возможности большинство людей начнут вкладывать в собственную безопасность и в собственную жизнь. Нужно будет прежде всего накормить детей, накормить себя, купить одежды. А уж концерты, знаете, там, 25-е дело, вот это страшнее всего. Потому что уровень жизни, конечно, будет падать. Вот. Уровень жизни будет падать, к слову, да. Уровень жизни наших звезд тоже немножечко припал. Давайте закольчим. Да, слушайте, звезды, это уж последнее дело. У них-то еще запасы точно есть, да. А вот обычные, обычные трудяги, вот им гораздо сложнее. Поэтому давайте все держаться вместе, меньше ругаться и друг другу все-таки делать какие-то приятные вещи. Я не хочу на такой пацифистской ноте заканчивать. Я хочу на чем-нибудь таком апокалиптичном из серии. Знаете, вот ваш прогноз, там, каждая десятая звезда так и останется курьером, например. Да, вот сейчас вы начнете. Нет, 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 смотрите, будет гораздо проще. А чистится это как? Природа очистится или нет? Конечно, очистится. Нет, всякая такая вот околопропагандистская шушера, она, конечно, перестанет выступать. Ну, если, конечно, бюджетом, из бюджета им не помогут остаться в живых. Ну, наверное, крупные фигуры все-таки останутся, а вот те, что помельче, они обвешают и упадут. А те люди, которые действительно пользуются спросом, те будут пользоваться спросом. Я вот почему-то совершенно не переживаю за Гришу Лепса, допустим. Вот Гриша Лепса совершенно точно будет как собирал залы, так и будет собирать. Это потому что он вас поддержал в споре с Пригожиным, опять же? Нет, потому что, в отличие от Пригожина, он поет чуть лучше. Сергей, ну, спасибо вам, во-первых, огромное за то, что присоединились к нашему эфиру. Ладно, простите меня, что я ваш пацифический порыв прервала. Может, вы нам что-нибудь прочитаете из Свеженького? Нет, я вам не буду читать. Спасибо большое вам за эфир. Всем хочу передать слова поддержки. Ребята, держитесь. Времена наступают не самые простые, поэтому слушайте веселые песни. Я постараюсь вам в этом помочь. Не слушайте всякую нудятину. Будьте повеселей. Спасибо большое. Спасибо, Сергей. На связи. Спасибо, счастливо.